Ну что, всем добрый день. Давайте немножко познакомимся. Меня зовут Еремеева Ольга, я представляю город Владимир, фитнес-клуб «Атмосфера». Я являюсь фитнес-директором, плюс регулярным спикером различных форумов, конвенций. Немножко расскажу о себе. В фитнесе я с 2012 года. Мной был пройден путь от инструктора групповых программ. Далее я работала в качестве координатора и, соответственно, сейчас работаю фитнес-директором. Также в рамках нашего проекта я являюсь тренером и преподавателем проекта «Академия атмосферы». Это наш обучающий проект, в котором мы обучаем тренеров по различным направлениям. Это и тренажерный зал, и групповые программы. Плюс в рамках этого проекта мы привлекаем различные обучения. Что касается фитнес-пути, он достаточно понятный и простой, но, опять же, как человек, интересующийся и очень жадный до чего-то нового, параллельно был достаточно обширный опыт работы в таких крупных компаниях, не связанных с фитнесом, как «Озон», портал «Мос.ру», компания «Мой офис» в качестве совершенно различных специалистов. Плюс я также являюсь выпускником программы «Дистендердс» по дизайн-мышлению. Очень люблю клиентские исследования, исследования клиентского опыта. И, соответственно, это те навыки, которые помогают мне в фитнесе интегрировать достаточно интересные системы и, соответственно, развивать фитнес-продукт в разных направлениях. Сегодня у нас тема достаточно интересная. Мы поговорим о том, как вообще важно тестирование клиентов и как тестирование регулярное влияет на поддержание и на мотивацию. Я сразу задам, наверное, вопрос. Вывела его на экран. Кто тестирует своих клиентов на первой тренировке? Если у нас здесь есть тренеры, кто подключился к эфиру, накидайте в чат ответов. Тестируйте, не тестируйте. Может быть, какие-то конкретные тесты проводите. Как показал опыт предыдущего форума, который проходил в Воронеже, при опросе аудитории были люди, которые тестируют своих клиентов на первой тренировке. Это абсолютно различный формат. Это может быть и анамнез, и какие-то специфичные тесты. Как правило, при знакомстве с человеком, с нашим новым клиентом, тестирование мы стараемся проводить. Отсюда вытекает второй вопрос. Насколько чувствуется разница тестирования на первой тренировке и тестирования своих клиентов регулярно? Если кто-то тестирует, тоже поставьте плюсик. Будет интересно. Тоже можно в формате да-нет. Вижу, что регулярно нет. Соответственно, сразу выдвину гипотезу, которая будет идти у нас через всю лекцию. Тестирование – это ключевой инструмент в работе персонального тренера. Объясню, почему. Если мы проводим аналогию с той же медициной, сначала диагностика, потом уже идет непосредственный диагноз и лечение. Поэтому тестирование – это важный компонент, который помогает в данном случае персональному тренеру наметить конкретный путь нашего клиента из точки А, там, где он сейчас находится, в точку Б, там, где стоит его фитнес-цель. Соответственно, здесь я выделю очень важный момент, что тестирование недостаточно проводить только однажды. Вы собрали информацию, составили какое-то впечатление, может быть, проделали ряд каких-то специфических тестов, и на этом все, они никуда не идут. И в этом чаще всего есть упущение. Соответственно, если построить систему тренировок и тестирований так, чтобы вся вот эта история была регулярной, это позволит открыть новые интересные возможности с точки зрения работы со своими клиентами. Что я понимаю под регулярным тестированием? Прежде всего, это систематический сбор информации. Мы оцениваем текущее физическое состояние клиента, текущий уровень подготовки, и отсюда выставляем конечные цели наших тренировок. Соответственно, системность в данном случае является самым важным и качественным критерием при сборе той или иной информации от нашего клиента. Чтобы не быть голословной, здесь немножко разберем основные виды тестов, какие они могут быть. В зависимости от формата клуба, технического оснащения и функционала тренеров, тесты могут отличаться. Первый пример – это анализ состава тела. Чаще всего он происходит с помощью дополнительных средств. Это анализаторы состава тела. Различные компании сейчас представлены на рынке, и вариантов проведения таких тестирований достаточно много. Точно знаю, что в некоторых клубах это интегрировано в систему работы фитнес-консультантов. Это, по сути, их задача, их продукт. Но в некоторых клубах, в том числе в моем, мы эту систему вынесли для персональных тренеров. То есть уже с первого касания, с первого знакомства с клиентом, тренер проводит полноценный чекап и, соответственно, закрывает задачи, вопросы клиента буквально с первого знакомства. Соответственно, анализ состава тела позволяет нам выделить такие важные показатели, как общее физическое состояние. Мы можем также увидеть, какое соотношение у человека мышечной массы и жировой массы. Можем увидеть количество воды. В зависимости от системы тесты могут также отличаться и показывать в том числе дисбалансы, метаболический возраст и, соответственно, еще какие-то дополнительные показатели. Инструмент классный. Как правило, большую часть резидентов он впечатляет. И даже проводя вот этот тест на регулярной основе либо направляя своего клиента, вы всегда можете делать срез, соотношение задачи-цель. И вы также можете здесь видеть, насколько идет или не идет прогресс. И это дает возможность либо сменить план работы, либо сделать какие-то дополнительные корректировки не только в тренировочном процессе, но и со стороны образа жизни клиента. Если мы берем историю, где у нас нет каких-то дополнительных средств, самое простое тестирование, которое мы можем провести, это визуальная оценка осанки. Проводится она также в различных вариантах. Опять же, в зависимости от технического оснащения клуба и ваших, может быть, лично каких-то наработок, этот тест мы можем провести в абсолютно разных вариантах. Иногда достаточно просто сделать фотофиксацию человека в нескольких положениях, оценить его осанку в профиль, оценить фронтально, и уже здесь вы можете выявить какие-то основные дисбалансы, которые так или иначе будут влиять на движение и будут влиять на дальнейшую работу. Особенно круто, если это бьется с целью, то есть когда цель не просто похудеть или набрать мышечную массу, а, например, исправить осанку, улучшить ощущения в теле, добиться хорошего тонуса мышц, сделать какой-то визуальный эффект с точки зрения расправленных плеч, красивой спины, этот тест как раз очень хорошо бьет в цель. Минимум средств нужно для того, чтобы его выполнить. Сюда же можно отнести двигательные тесты. Можете пока в чат написать, может быть, с какими-то из этих тестов вы сталкивались. Очень интересно посмотреть, кто с чем работает, и от этого уже я попробую углубиться в какие-то темы чуть более подробно. Двигательные тесты. Здесь тоже все упирается в ваш профессионализм и в те навыки, которыми вы владеете. Элементарно можно оценить на двигательных тестах подвижность плечевых суставов, можно оценить подвижность тазобедренных суставов, можно оценить комплексно, например, как человек может распределять движение. Всем, наверное, знакомый тест overhead squat. Также можно провести тест, который оценивает походку. Достаточно популярная история. Сейчас она постепенно заходит в фитнес-клубы. Можно также оценить технику бега. Это уже такие более узкие запросы. Тут, конечно, то, с чем вы работаете, будет определять набор тех или иных тестов. Тоже один из интересных форматов оценка ловкости, оценка координации. Эти тесты можно тоже проводить в различных форматах. Самый простой пример координационного теста челночный бег. Насколько человек может быстро на скорости менять направление и, соответственно, работать. Сделали срез в начале тренировочного процесса, сделали через какое-то время. И, соответственно, здесь можно видеть результаты либо поддержание этих результатов. Соответственно, что касается ловкости и координации, после того, как многие люди переболели ковидом, многие отмечали, что с точки зрения ловкости и координационных способностей, с точки зрения баланса, у большей части людей есть ухудшения. И, соответственно, интеграция таких тестов в тренировочный процесс поможет вам тоже оценить текущее состояние человека и в перспективе снизить травматизм и улучшить его движение в целом. Ну и, наверное, последний вид это нагрузочные тесты. Они могут быть совершенно разного формата. Если мы берем, например, тесты, связанные с бегом, всем знакомый тест Купера, 12-минутный бег. Есть совершенно определенные нормативы, какая дистанция для какого пола и возраста будет считаться оптимальной. Сюда же можно отнести пороговые тесты, когда мы определяем, например, уровень МПК в тренировочном процессе. Сюда можно отнести тот же гарвардский степ-тест, когда мы, в принципе, смотрим, насколько человек способен восстановиться после нагрузки. И сюда же можно внедрять свои авторские тесты. Приведу пример. Вы берете несколько упражнений, каких-то базовых, которые соединяете в один комплекс. Прогоняете эти упражнения, к примеру, по 10 повторов, 3-4 круга, фиксируете итоговое время. Здесь вы сразу можете оценить, в какой момент человек теряет рабочую мощность. Вы сможете оценить, насколько хватает его силовой выносливости, насколько, в принципе, его выносливости хватает. и, соответственно, в перспективе, работая с ним, вы можете эти тесты повторять многократно. Вариантов для работы очень много, и, соответственно, здесь все зависит только от целей, которые вы ставите перед собой, и, по сути, от вашего креатива, тайминга и ответственности. Давайте немножко посмотрим на тестирование клиента, посмотрим на то, как это соотносится с его фитнес-целями. Прежде всего, для чего нам это нужно? Не всегда человек при первом знакомстве и при последующей работе дает нам всю информацию. Если для нас, как для тренера, очень важно знать, были ли у него травмы, а какого характера были травмы, есть ли у него какой-то дискомфорт, как он проявляется, очень много всего, то для человека это не всегда будет важно, то есть на подсознании у него может сидеть, что я с этим всю жизнь живу, это нормально, и какую-то информацию до тренера он может не доносить. Проведение тестов в данном случае позволяет нам взглянуть на язык тела человека, взглянуть на какие-то изменения и задать дополнительные вопросы. Чаще всего бывает так, что тестируя человека, например, на визуальной оценке осанки, вы можете видеть какие-то дисбалансы по плечам, по положению спины и задавая дополнительные вопросы, вы можете вытащить из него дополнительную информацию. на своем личном опыте я вытаскивала за счет тестов такую информацию, как сколиоз, причем для человека это не было суперважным, то есть, ну, просто вот у меня такая осанка. Это было его восприятие, но с точки зрения тренировочного процесса мы все понимаем, что это очень важно и это будет порой определять программу, по которой работает человек. Также с помощью тестов были выявлены какие-то особенности работы, образа жизни, то есть, когда человек перекошенный весь на одну сторону, причин вроде как для этого нет, а потом ты узнаешь характер его работы, что конкретно он на работе делает, и все становится на свои места. Также мы можем выяснить какие-то ограничения и опять же клиенту их поставить. К примеру, если у него абсолютно неподвижные замороженные плечи, мы можем здесь донести до него то, что к некоторым упражнениям он не готов, и чтобы к ним прийти, нужно проделать определенные действия. Отсюда можно сделать вывод о том, что такое регулярное тестирование позволяет постоянно контролировать результаты человека, тем самым мы можем снизить риск травм. Опять же, здесь, если брать наши цели, клиент может прийти с любым запросом. Берем самый простой, я хочу похудеть или набрать мышечную массу. Запрос достаточно понятный, понятно, как с этим работать, но в рамках этой работы, как правило, многие люди могут испытать выгорание, они могут потерять мотивацию, они элементарно могут устать, и с помощью тестов вы можете дополнительно поставить новые цели, и периоды, когда у вас идет восстановление, либо смена нагрузки, да, вы можете поработать с новыми целями и вернуть опять же мотивацию, мотивацию регулярному посещению занятий. Вы можете также с помощью тестов делить цели человека на макро и микро. Почему это важно? Если, к примеру, глобальная цель научиться подтягиваться, либо делать какой-нибудь выход силой, да, берем такие тяжелые достаточно вещи, то не получится прийти к этому сразу, не будет вот такого роста. История будет делиться на этапы и, соответственно, в рамках этих этапов вы сможете протестировать человека, выявить его слабые и сильные стороны, поработать с ними, закрыть эти моменты и даже если прогресс будет не таким быстрым, вы сможете всегда с точки зрения зафиксированной информации видеть, есть движение или нет, видеть, что вы уже сделаете и что работает и будете также видеть, какие практики, методики не работают. Соответственно, тестирование, опять же, это история про то, что мы определяем зоны роста для наших клиентов и даем возможность им развиваться не только в рамках своей поставленной цели, но и развиваться гармонично в целом. Согласитесь, что даже если человек намерен похудеть либо набрать мышечную массу, никто не откажется от хорошей осанки, никто не откажется от хорошей подвижности в основных суставах и, соответственно, красивого внешнего вида. Поэтому тестирование очень плотно соотносится с целями и, соответственно, влияет на прогресс и на системность работы. Подводя итог вот этого блока, мы все понимаем, что субъективные ощущения важны. Мы можем про себя думать, что у нас классный коннект с нашим подопечным. Это клиент на всю нашу жизнь. У него все отлично с мотивацией, он будет ко мне ходить регулярно. Но всегда важно понимать, что объективно оценить мы можем только то, что измеримо. Соответственно, где же здесь стоится вот этот ключ к мотивации и к удержанию клиентов? Здесь на слайде представлена классная картинка, очень ее люблю. Это четыре стадии обучения. Все мы понимаем, что наши клиенты это абсолютно разные люди и все они находятся на разной стадии осознанности, на разной стадии обучения, скажем так, фитнесу. Часть людей находится в состоянии неосознанной некомпетентности. Это нижний получается левый квадрат. да, эти люди не знают, что с ними не так, они не знают, что они делают неправильно, и, соответственно, эту категорию больше всего приходится контролировать. Какие-то люди приходят нам в состоянии неосознанной компетентности, к примеру, у них есть какой-то хороший спортивный бэкграунд, либо они в очень хорошем контакте со своим телом, и они интуитивно делают правильно, правильно занимаются, правильно питаются, но не понимают, да, почему. Вот, и две моих любимых категории, это осознанная компетентность, да, это люди, которые понимают, что они делают, зачем, для чего, это те люди, с которыми очень легко что-то планировать, но это те же люди, которые спросят с тренера очень много. для них будет важно, что, зачем, с какой интенсивностью, с какой периодичностью, а почему так, один из самых требовательных типов клиента. И последний вид, это осознанная некомпетентность, то есть это те люди, которые прекрасно понимают, что они пришли в фитнес, доверились тренеру, они ничего не знают, не умеют, и они знают это про себя, и соответственно учатся, обучаются вместе с вами. Почему эта схема важна? Работая с этими типами людей, мы должны прекрасно понимать, что уровень взаимодействия с каждым из них будет разный. Если мы берем осознанно компетентных, это те люди, которые знают, что они делают, зачем и почему. И именно с этими людьми, как правило, круто работают тесты. Мы выстроили тренировочный план, сделали тестирование на начальном этапе, через какое-то время повторили, посмотрели, что изменилось, ухудшение, улучшение, скорректировали, пошли дальше. Это те люди, которые настроены работать в рост, и они заинтересованы в результатах, соответственно, здесь прежде всего это не только удовлетворение их запроса, это прежде всего демонстрация вашей компетентности. То есть у вас есть план А, но на всякий случай вы готовы свернуть и пойти по плану В, С и так далее. Работая, например, с неосознанно некомпетентными людьми, вам придется заниматься их образованием. Почему это важно? Чем больше вы делитесь информацией с клиентом, даете ему понимание, зачем ему это нужно, начиная от тренировок в целом, заканчивая какими-то конкретными упражнениями, вы начинаете уже здесь, на этом этапе работать с его удержанием, потому что человек понимает, что ему нужно пройти достаточно большой путь, он знакомится с ощущениями в теле. По результатам тестов он видит конкретно, что с ним не так, и это опять же выводит его в стадию уже компетентности. Работая с людьми, которые знают, что они что-то не знают, что-то не умеют, что-то делают не так, с помощью тестов вы сможете им показать, где у них прогресс, можете показать, в чем они выросли, и так же постепенно уводить их в стадию компетентности. Это на самом деле очень важно, потому что работая с разными людьми по-разному, вы можете прежде всего здесь сыграть на том, что ставя новые цели, обозначая новые задачи, анализируя тренировочный путь, вы даете своим клиентам ощущение, что у вас, во-первых, все под контролем, во-вторых, вы всегда можете поменять план, и вы точно знаете, что нужно делать. Опять же, система тестов возвращает человеку такой важный компонент, как ответственность. Да, вы отвечаете только за тот час, с которым вы проводите со своим клиентом. Все остальное это его образ жизни, это его привычки, и это все-таки больше его ответственность. Но, проводя регулярные тесты, например, раз в три месяца, раз в месяц по окончании блока услуг, вы можете с клиентом анализировать, что получилось, что не получилось, почему, и это тоже помогает передавать клиенту на руки ответственность. К примеру, вы тренировались, писали ему какие-то тренировочные планы, провели нагрузочный тест, видите ухудшение. Всегда можно проанализировать. Может быть недостаток восстановления, может быть еще какие-то факторы, может быть нужно снизить нагрузку, либо поменять ее вообще, поработать с другими физическими компонентами, а может быть эта история чисто про образ жизни клиента. Если ты каждый вечер, например, не высыпаешься по разным причинам, будь то сериалы, либо походы по каким-нибудь клубам, объективно можно показать, что вот причина, по которой результата нет. Поэтому здесь один из самых важных принципов это разделение ответственности, разделение скажем так результатов работы вместе с клиентом. Поэтому отсюда можно перейти к таким важным выводам. Сейчас пройдемся по каждому. Прежде всего тестируя клиента в разных форматах, сопоставимо с вашей целью, это хорошая профилактика выгорания. Все чувствовали в разные периоды наверное это ощущение, когда не хочется идти в зал, не хочется тренироваться, и если копнуть глубже, провести в том числе тестирование, можно будет выявить причины, что привело к выгоранию. Кого-то приводит однообразие, кого-то приводит излишняя интенсивность, отсутствие восстановления, кого-то приводит к выгоранию то, что просто поменялась цель, то есть она может потерять свою значимость, и с помощью тестов вы всегда можете вскрыть какие-то моменты, причины и перевести фокус внимания в другую сторону. Второй важный момент это образование клиентов, понимание тренировочного процесса реально дает плюс сток регулярности. Вы выставили клиенту цель, начали работать над ней, провели промежуточный срез, посмотрели насколько вы двигаетесь в нужном направлении, и клиент понимает, зачем он это делает, понимает, зачем ему нужно идти на тренировку, понимает, зачем он работает с вами, и это дает, опять же, ответственность. И в данном случае ответственность двусторонняя, то есть это ответственность для вас, как для тренера, не получится прийти и просто так провести какую-то тренировку, вы будете двигаться по плану. И для клиента это тоже очень важно. Еще один важный компонент это то, что клиентам важны ачивки. Это понятие взято из компьютерных игр. Что такое ачивка? Представьте компьютерную игру, где есть конечная миссия, конечная цель. И вы не просто линейно проходите этот путь, завершили все этапы игры, выиграли. Нет, по ходу игры всегда есть какие-то дополнительные инструменты, мотивации. Вы можете собирать какие-то монетки, что-то еще, открывать новые цели, новые локации, параллельно какие-то миссии. И, как правило, это то, что делает игру насыщенной, интересной. Перенося на фитнес, здесь можно точно так же действовать. Клиент поставил цель похудеть. Очень понятная цель. Всегда есть вероятность, что в какой-то момент он выйдет на плато, да, и часто, чтобы сдвинуться, нужно поменять либо тактику, либо просто продолжать заниматься. И в данном случае, если вы с помощью тестов переключите его внимание на какие-то другие физические качества, с которыми ему нужно поработать, тем самым вы сможете дать ему вот это ощущение удовлетворения от тренировок. Опять же, тесты – это инструменты в работе тренера, соответственно, чем больше инструментов вы используете, тем больше вариаций для работы с разными людьми у вас есть и для работы со своими постоянными клиентами тоже есть. Мы часто думаем, что мы их знаем очень хорошо и фактически мы начинаем додумывать за них какие-то мысли и прочее. То в данном случае, имея такие вот инструменты в виде тестирования в запасе, да, вы всегда сможете возвращаться к исходной цели. Вот. И у нас остается не так много времени. Мы сейчас разберем основные тесты. В данном случае пройдемся по основным. Если будут вопросы, также пишите их в чат. Отвечу. первый тест визуальной оценки осанки. То, о чем я говорила в начале. Достаточно сделать просто фотофиксацию, можно обычную, можно с помощью мобильного приложения выставить сетку и поставить направляющие. И, соответственно, с помощью такой достаточно легкой и быстрой истории мы можем сделать по сути хорошее сканирование тела человека. На визуальной оценке осанки вы можете увидеть такие компоненты, как он распределяет вес тела. Вертикально он расположен, либо проваливается назад или вперед. Можно оценить основные изгибы позвоночника, положение основных суставов и контрольных точек. И на основании этого уже сделать выводы о том, насколько человек сбалансирован, либо у него есть какие-то дисбаланс. Да, в данном случае мы видим историю, где абсолютно другая история с осанкой. И если вы посмотрите на первую фотографию, ну, не так сильно видно отклонение, но если вы посмотрите на график, оно достаточно существенное. И это в корне будет определять вообще тактику работы. соответственно, в данном случае мы видим, насколько у человека зажат верх и насколько это может его ограничивать в дальнейшем. Соответственно, прежде чем переходить к каким-то более сложным вещам, работа с подвижностью для него будет тоже одной из определяющих. Второй тест, который мы можем провести, это подвижность плечевого пояса в разных вариантах проводится в положении лежа, в положении стоя. Тут насколько уже будет информативно конкретно для вас. Задача простая, человек ложится на спину на плоскую ровную поверхность, стопы прижаты, колени направлены вверх, сохраняем естественные изгибы позвоночника. Задача две прямые руки вывести над головой и опустить их назад. Соответственно, здесь мы можем увидеть, меняются или не меняются в ответ на движение изгибы в позвоночнике. Можем увидеть, как располагаются его руки, его плечи, касаются они пола или нет. Глядя на вот этот тест, мы можем увидеть, насколько по-разному двигаются плечи у человека. Соответственно, переводя на простой фитнесовый пример, кого из этих двух людей мы со спокойной душой поставим под штангу либо будем делать жим наверх. Не каждому это подойдет и в данном случае второй персонаж с этим справится. Для первого это может быть травматично. Как вариант, можно еще потестировать мышцы кора. если кто-то сталкивался с пилатесом и в принципе с тренировками кора, всеми любимое упражнение «Мертвые жуки». Можно его проделать в разных вариантах, начиная от статики, когда человеку требуется зафиксировать корпус и удерживать центр сильным. Можно добавить провокацию в руки, провокацию в ноги, то есть попросить его двигаться, можно дать сопротивление и смотреть, насколько его пресс в данном случае справляется с этой нагрузкой. Этот тест тоже определит, насколько мы можем человеку в дальнейшем дать осевую нагрузку. Берем те же приседания, контроль кора, там очень важен. И соответственно, если сложности возникают уже на этом этапе такой вариант будет не самым безопасным. Здесь также все зависит от креатива, от фантазии, насколько вы сможете эти тесты разнообразить и сделать их информативными. Также тест подвижности забедренных суставов, тест Томаса, определяет насколько сбалансирована работа в тазобедренных суставах одной и другой ноги. Про этот тест можно подробнее почитать, изучить. Достаточно простая история, которая может вам дать информацию о каких-то дисбалансах. Они не всегда основательные. тазобедренные к примеру, просто пересидел на работе, либо что-то делал, из-за чего его тазобедренные суставы пришли в дисбаланс. Чаще всего достаточно небольшой работы с мышцами для того, чтобы вывести правую, левую ногу в хороший баланс. соответственно тест будет считаться отрицательным, то есть хорошим, в случае если в этом положении бедро, бедренная кость находится параллельно полу, а колено свободно занимает угол примерно 90 градусов. На второй картинке можно видеть, что бедро провалилось, параллель пола ниже, но при этом колено разогнуто. Это скорее всего будет говорить о напряжении мышц передней поверхности бедра, в частности прямой, и это тоже дает определенную тактику для подготовительной работы, либо регулярной работы дальше. На втором тесте мы видим, что бедро наоборот выше параллели с полом, но колено при этом сохраняет более-менее нормальный угол. Это говорит о том, что есть укорочение подвздошной области и работа с мышцами-сгибателями в данном случае будет направлено больше на подвижность. Тоже хорошая история, если, к примеру, человек работает с приседом, с упражнениями, где задействованы активно ноги, для бегунов, для тех, кто занимается циклическими видами спорта. Это будет очень важно и, соответственно, дает хорошую возможность для дальнейшей работы. есть комплексные тесты, то, о чем я говорила в начале, overhead squat, мы можем оценить, насколько сбалансировано работают разные сегменты тела, и здесь можно также сделать фотофиксацию и клиенту наглядно показать, что уже не так и с чем можно поработать. В данном случае линия спины, линия голени, в идеале должны совпадать, при этом пятки, носки не должны отрываться, стопы не должны заваливаться наружу либо внутрь. Это будет, в принципе, оптимальная, идеальная картинка. На втором тесте мы видим, что в целом ноги работают неплохо, а корпус провалился вперед. Это может говорить об отсутствии подвижности, например, в том же голеностопе, если человек сместит колени больше вперед, либо назад, потеряет равновесие. Поэтому здесь тоже это дает поле для работы, для движения, и в перспективе мы можем человека вывести к идеальному тесту. На следующей картинке мы видим, что здесь идет провал сильный по корпусу, видим, насколько не хватает подвижности плеч, и в данном случае это тоже дает нам понимание, какие упражнения этому человеку подойдут, не подойдут, и с чем можно еще поработать. Соответственно, это такая небольшая копилка тестов, которые может применить в принципе любой тренер. Чаще всего мы с них берем информацию для себя лично, и в некоторых случаях мы понимаем, что эта информация будет очень полезна нашему клиенту, причем на регулярной основе, это то, что будет его драйвить, мотивировать и, соответственно, двигать к цели. Поэтому подытожим, немножко поговорим о преимуществах, то есть если вы уже сейчас, а лучше вчера, задумаетесь о важности регулярных тестов, прежде всего вы сможете обеспечить хороший системный и безопасный подход к работе со своим клиентом, потому что когда есть план, двигаться намного легче. Цели сразу приобретают такой важный компонент, как измеримость, да, опять же вы сможете цели корректировать, конкретизировать их, поставить какие-то дополнительные цели, это то, что сделает вашего клиента более осознанным и с большей вероятностью он останется у вас и будет заниматься достаточно длительное время. Еще один важный критерий это отличие от коллег. Если взять любой фитнес-зал, вне зависимости от формата и типа, плюс-минус все работают одинаково. Если вы начнете внедрять какие-то свои фишки, это то, что будет вас существенно отличать от своих коллег. И если мы берем такой важный момент, как сарафанное радио, клиенты будут тоже этим делиться и это тоже будет работать на ваш имидж. Также мы можем сформировать у клиента новые потребности. Если, к примеру, человек пришел к вам с целью элементарной похудеть, в какой-то момент эта цель может деактуализироваться. тех сталкивались с тем, что клиенты у нас продолжают заниматься, худеют десятилетиями, но их все устраивает. Возможно, цель деактуализировалась, и они ценят вас за другое. Подкрепить тренировки тестами – это тоже круто. Плюс тесты развивают хорошую насмотренность. Чем больше вы их проводите, тем больше вы сможете оценивать своих клиентов буквально на первой встрече, при первом знакомстве, видеть сразу какие-то нюансы, недочеты, делать на них акценты, в дальнейшем более комплексно работать. Преимуществ много, они рабочие, и это то, что, наверное, создает хорошую конкуренцию именно фитнес-инвестиционно. Что касается вопроса, насколько часто нужно проводить тесты, здесь зависит от того, какой тест, и как часто занимается ваш клиент. Если мы берем тесты осанки, тесты движения, я бы не делала их очень часто, потому что в формате недели-двух это не всегда будет показательно, но, к примеру, если вы проведете тест раз в месяц, раз в два месяца, раз в три месяца, вы сможете увидеть изменения, либо не увидеть их и скорректировать формат работы. Что касается тестов нагрузочных, если мы тестируем выносливость, координацию, их можно проводить чаще, потому что если взять ваш тренировочный цикл, ну, к примеру, один месяц, грубо говоря, три недели вы можете работать над улучшением показателей, неделю восстанавливаться, провели тесты, посмотрели, насколько вот этот план сработал. Вот, и, соответственно, тесты, анализы состава тела зависит, опять же, от возможностей клуба, где-то это на коммерческой основе, где-то это бесплатно, но в целом делать срез хотя бы раз в месяц, раз в два, это тоже регулярность, это то, что дает человеку понимание, что нужно работать, нужно следовать указаниям, потому что в конце месяца или в конце блока услуг меня ждет тест. И, наверное, вот крутая фишка, это когда мы тестируем своего клиента в конце блока, да, представьте, что он купил у вас блок на 10 тренировок, вы сделали тест, спустя 10 тренировок сделали скрининг себя и его, обсудили цели, еще раз актуализировали и, соответственно, начали работать дальше. Ну что, завершаем нашу прекрасную встречу, завершим ее картинкой про тактику, которой мы придерживались. Всем спасибо за внимание. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok